на знаменательном юбилейном сами пишут. Это момент вдвойне знаменательный тем, что он совпал с 30-летней годовщиной независимости Республики Таджикистан. Поэтому мы сердечно поздравляем наш братский народ Таджикистана. Я также хотел бы использовать эту возможность для того, чтобы поблагодарить президента Рахмуна за его мудрое руководство организацией ШОС во время и председательства Таджикистана. Ваше превосходительство. 20-е годовщина ШОС является важным перекрестком для того, чтобы задуматься о пройденном пути. С того момента, в июле 2001 года, Шанхайская организация сотрудничества прошла долгий путь. Руководимая шанхайским духом ШОС постоянно росла в своем размере и в своем значимости. Сегодня 44% населения планеты, 25% территорий и 20% ВВП всего мира находится на территории ШОС. Пандемия COVID-19 повлияла на весь мир в очень негативном плане. Она заставила страдать многих людей. Более 4,6 миллиона людей погибли. 223 миллиона человек заразились этой болезнью. Мы в Пакистане, уважаемые господа. Пандемия повлияла на все страны. И цена, которую мы заплатили, ее невозможно подсчитать, ее невозможно возместить. В то время как системы здравоохранения были перегружены, экономики во всем мире столкнулись с огромными трудностями и рецессией. Бедные люди пострадали везде. Везде. Начиная от юга, который бедный, с бедного юга заканчивая богатым севером. Мы в Пакистане приняли стратегию умных локдаунов с постоянным фокусом на то, чтобы сохранить жизнь, сохранить хозяйство и стимулировать экономику. Наша программа социальной защиты, ЭХСАС, которая означает сочувствие, помогла миллионам семей выжить. Я также запустил глобальную инициативу по списанию долгов для того, чтобы помочь, для того, чтобы создать финансовое пространство для развивающихся стран, для того, чтобы они смогли уменьшить влияние воздействия пандемии и достичь устойчивого развития. Мы, то, что была изобретена вакцина, это чудо науки. Мы надеемся и верим в то, что наука будет идти вперед и будет, конечно, будут изобретены еще новые вакцины. Вакцина должна быть доступна всем на равной основе. И это должно быть глобальным общественным планом. Ваше превосходительство. Изменение климата – это другая угроза, с которой столкнулась наша планета. Уменьшение воздействия, изменение климата является приоритетом во многих странах и в повестке дня в глобальном плане. Вклад Пакистана не так уж и велик, но мы являемся одной из десяти наиболее высших стран. Мы предприняли ряд инициатив для того, чтобы уменьшить воздействие изменения климата, включая проект по десяти миллиардам деревьев. Наши инициативы, которая называется «Чистый и зеленый Пакистан», также направлены на то, чтобы сохранить природу и существующие экосистемы. Мы продолжаем работать с международным сообществом для того, чтобы выполнять Парижские соглашения и мобилизовать международные финансы на решение этих проблем. Ваше превосходительство. После известных событий, 20-летий известных событий 9.11, а так, 9.11, мы знаем, что международное сообщество до сих пор сталкивается с угрозой терроризма. Иногда религия ассоциируется с терроризмом, и это очень неправильно со стороны ультраправых, популистских и других групп, которые во всем мире пропагандируют эти идеи. В некоторых случаях терроризм используется против людей, которые живут на спорных территориях. В течение десятилетий Пакистан страдает от терроризма, который был спланирован, поддержан, финансирован и управляем со стороны стран, которые находятся за пределами границ Пакистана. Кроме активных зон конфликта, наша страна потеряла миллионы жертв для того, чтобы достичь мира Пакистана. Мы потеряли 80 тысяч жертв и потеряли 150 миллиардов долларов для того, чтобы достичь этого мира Пакистана. Итак, мы верим в то, что мы верим в выполнение резолюции Совбеза ООН по смежному урегулированию спорных территорий как необходимое условие для мира и необходимое условие для того, чтобы укрепить дружбу и сотрудничество. Односторонние незаконные меры по изменению статуса сторон спорных территорий идут в нарушение резолюции Совбеза ООН и противоречат этой цели. Ваше превосходительство! Конечно, Афганистан находится в центре нашего внимания. Внезапное изменение режима, приход талибанов к власти и полный вывод иностранных вооруженных сил сформировали новую реальность в Афганистане. Все это случилось без правопролития, без гражданской войны, без массового исхода населения и беженцев должно быть замерзено. И надеемся, что мы думаем, что сейчас в центре интереса международного сообщества должно быть обеспечить то, чтобы конфликт не возобновился в Афганистане и ситуация с безопасностью была стабилизирована. Мы должны помнить, что Афганистан, прежнее правительство Афганистана, прежнее правительство Афганистана, оно жило на 75% за счет международной помощи, иностранной помощи. И сейчас, сейчас наступило время стоять рядом с народом Афганистана, твердо и недвусмысленно. Мы приветствуем усилия генерального секретаря ООН и учреждений ООН в том, что они направили и мобилизуют международную помощь по гуманитарной помощи этой стране, по незамедлимой, незамедлительной гуманитарной помощи. Мы также надеемся на позитивное вовлечение международного сообщества в Афганистан, что очень жизненно важно. Это редкая возможность наконец закончить 40-летнюю войну в Афганистане, и этот момент мы не должны упускать. Это было бы не очень мудро, допускать критические взгляды, критические точки зрения, для того, чтобы негативно рассматривать то, что происходит, и распространять негативную пропаганду. Это только навредит Афганистану и афганскому народу. Со своей стороны талибан должны выполнить все свои обещания для того, чтобы создать инклюзивную политическую структуру. Должны обеспечить права человека для всех афганцев, для всех жителей Афганистана, и обеспечить то, что Афганистан никогда не стал бы снова убежищем для террористов. Таким же образом, Афганистан не должен стать источником оружия и наркотиков, или большего числа беженцев. Мы продолжим поддерживать стабильный, суверенный и процветающий Афганистан. И как история Афганистана предполагает, что Афганистан должен быть суверенной страной, неконтролируемой ни с какой стороны, ни какой другой стороной. Мы надеемся, что стабильный мир в Афганистане поможет нам реализовать наше видение взаимосвязанного, процветающего и экономически процветающего региона. В Пакистане мы сместили наш фокус от геополитики к геоэкономике. Наша новая экономическая парадигма безопасности имеет три главных столпа. Это мир, развитие партнерства и взаимосвязанность. Геостратегическое расположение Пакистана, как естественного моста между Центральной Азией и Южной Азией, нашло свое проявление через платформу ШОП. Пакистан предлагает кратчайший путь к морю многим своим партнерам в Центральной Азии. Я бы хотела отметить инициативу президента Узбекистана, который принял у себя международную конференцию по взаимосвязанности Центральной Азии и Южной Азии в Ташкенте в прошлом июле. Нет никаких сомнений в том, что сеть железнодорожных, автодорожных, морских и воздушных путей по региону ШОС будет знаменовать собой новую эру возрожденной торговли, энергии и взаимосвязанность людей. Ваше превосходительство, мы хотели бы предложить несколько путей, которые мы продумали. Первое. Мы хотим недвусмысленно выразить свою поддержку многосторонности, эффективной многосторонности и целям Харти ООО, включая равенство, суверенность государств, уважение территориальной, территориальной целостности, не агрессию, не использование силы и так далее. Второе. Мы должны усилить наши коллективные усилия по уменьшению негативного экономического воздействия пандемии COVID-19. Номер три. Мы должны разработать наш координированный подход ШОС к стабилизации ситуации в Афганистане, включая вовлечение для того, чтобы устранить наши общие озабоченности и сохранить наши общие интересы. Шаги для того, чтобы обеспечить гуманитарную помощь и обеспечить экономическую стабильность, для того, чтобы Афганистан стал надежным партнером по миру и процветанию. Четвертое. Мы должны развивать повестку дня региона и глобальную повестку дня. Включая... И Пакистан хотел бы предложить, хотел бы сказать, что он будет принимать конференцию по теме транспортной взаимосвязанности в целях регионального процветания в 2022 году. И пятое. Мы должны усилить роль нашей молодежи. В 2022 году мы будем принимать конференцию по молодежи. Ваше превосходительство. Перед тем, как я закончу, я хотел бы использовать эту возможность для того, чтобы поблагодарить, поприветствовать и поздравить моего брата, президента РАИСИ, с тем, что Иран начинает, начать процесс по принятию Ирана как партнера ШОС по диалогу. Я также хочу поприветствовать наших братьев из Саудовской Аравии, Египта и Катара. Я также хочу поблагодарить генерального секретаря Норова и поприветствовать нового генерального секретаря Жан Минг в качестве генерального секретаря. И в конце я хочу поблагодарить и поздравить своего брата, президента Шавкат Миссиоева, с тем, что Узбекистан принимает на себя председательство ШОС в 2021-2022 годах. Спасибо. Благодарю вас, господин премьер Министер. Продолжение следует... Афганистан. 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 Продолжение следует...